Рэбе часто рассказывал о своем тесте, предыдущем любающем Рэбе, Рэбе Йосифе Исхаке. В 1128 году Рэбе Йосиф Исхак был арестован. Когда он решительно отклонил предложение сотрудничать с властями, один из следователей пригрозил ему. Страх перед этой игрушкой он держал в руке револьвера, развязал язык многим. Эта игрушка устрашает лишь того, у кого один мир и много богов, возразил Рэбе, но не того, у кого только один бог и два мира. Чего мы боимся? Мы боимся болезней, смерти, боимся потерять работу или обеднеть. Боимся изменений, нового дела, нового дома, нового брака. Мы можем бояться одиночества или напротив людей. Существует страх не быть признанным своей семьей, друзьями, коллегами, соседями или обществом в целом. Страх это спокойное, бесшумное, вызывающее тревогу, даже депрессию сила. Если вы охвачены страхом, ваша способность рассуждать деформируется. Вас парализуют сомнения, и вы оказываетесь не способны им принять даже простейшие решения. Возможно, естественный, разумный страх перед неизвестным, который в ряде случаев защищает нас от опасности и служит полезной цели. Однако существует страх, который процветает от нашей неосведомленности, и его трудно преодолеть. Представьте себе ребенка, который боится темноты. Этому страху трудно найти рациональное объяснение, но никакие слова не способны его рассеять. Можно только остаться с ребенком, взять его за руку, включить свет и показать, что бояться нечего. Часто нет причин для страха и у взрослого человека. А если они есть, человек может преувеличить их до таких размеров, что оказывается заложником страха. Источником страха очень часто являются сомнения, опасения. Должен ли я согласиться на эту работу? Могу ли я решить этот вопрос? Что подумают мои родные и друзья, если я отважусь на эту перемену в моей жизни? Подобные сомнения оказывают на человека сильное давление, а эмоциональное перенапряжение может закончиться нервным истощением. Страх может окорениться, если считать, что жизнь – это какое-то непродуманное и беспорядочное существование. Если вы боитесь потерять привычный окружающий вас мир, вы уподобляетесь ребенку, у которого только одна игрушка. Заберите ее, и ребенок заплачет. Точно так же люди, осознающие материальный мир как единственный существующий, боятся потерять его, потому что другого они не знают. Легко показать, насколько ограничен подобный подход к жизни. По своей природе материализм скоротечен. Съеденная вами пища быстро переваривается, деньги, заработанные сегодня, завтра будут потрачены. Вложения, власть, ради затяжения которых вы так упорно трудитесь, могут исчезнуть в одно мгновение. Если жизнь держится на подобной временной основе, как можно рассчитывать на чувство уверенности? Делав неправильный выбор, определив материальный мир в качестве приоритета, вы вносите в свою жизнь набор страхов и тревог. Вы боитесь, что не заработаете достаточно денег, боитесь потерять работу. По своей природе люди непостоянны, их настроение переменчиво, изменяются их мировоззрения и ценности. Не стоит тратить огромное количество энергии, стремясь угодить одному и другому. Вам не следует поступать со своими ценностями из-за страха того, как вы будете поняты. Это одно из самых трудных испытаний, ведь все мы хотим быть любимыми и признанными. Но кем признанными? Людьми, чьи критерии так изменчивы, которые сами озабочены тем, какое впечатление они производят? Единственным человеком, в признании которого вы нуждаетесь, являетесь вы сами. Достигается это посвящением себя той цели, ради которой вы созданы. Следуя божественным законам морали, вы внедряете в свою жизнь спокойствие и упорядоченность. Только так вы откроете ясность, подавляющую страх. Бог наделил каждого из нас способностями и средствами для преодоления всех жизненных испытаний. Когда вы проявляете абсолютную веру в Бога и знаете свое предназначение, даже самые сильные ваши страхи начинают рассеиваться в ярком свете ясности. Ясность – одно из самых больших наших благ. Освободившись от сомнений, вы почувствуете себя так, будто с вашего сердца снять тяжелый камень. Человек, у которого в жизни нет ясной цели, пребывает в постоянном замешательстве. Запутываясь в паутине страха и тревоги, вы все больше погружаетесь в сомнения и депрессию. Если вы намерены вести полную смысл, результативную жизнь, ваше сердце должно быть свободное от тревоги и печали, угнетающей действующих на вас. Страх, процветающий во мраке сомнений, исчезает при свете определенности. Для того, чтобы привнести ясность в свою жизнь, необходимо осознание цели в своей жизни. Единственный путь, действительно, освободиться от страха – это связь с Богом. Признав, что вы являетесь неотъемлемой частью божественного замысла, что ваше участие в нем крайне необходимо и ваше существование значимо, вы можете справиться с сомнениями, которые питает ваш страх. Там нечего и некого бояться, кроме Бога, поскольку ничто так нереально, как Бог. Но страх перед Богом – это вовсе не страх в обычном понимании. Это благоговение и уважение перед высшим присутствием в нашей жизни. Признание того, что Бог выбрал вас для исполнения особой роли в совершенствовании мира. Когда вы чувствуете себя подавленным или чем-то напуганным, задумайтесь над этим. Спросите себя, чего хочет от вас Бог. Если у вас только один Бог и два мира, материальный и духовный, вам нечего бояться. Проблемы, мгновение назад казавшиеся такими серьезными и неразрешимыми, представляются совершенно незначительными. Сомнения начинают рассеиваться, появляется уверенность от сознания того, что вы работаете для высшей цели, и Бог не требует от вас ничего невозможного. В вашей жизни не найдется места для отчаяния и тревог. Из этого вовсе не вытекает, что вы освободитесь от всех страхов и тревог. Они – часть нашей жизни. Однако, чем выше вы ставите свои истинные ценности, тем меньше испытываете страха по поводу земных, повседневных тревог. Будьте признательны Богу за то, что внутри вас Он охраняет вашу душу. Даже у того, с кем жизнь обошлась немилосердно и жестоко, душа чиста. Вы должны помнить, что на земле нечего бояться. Бог всегда с вами. Исследуя его указаниям, пооткрываете дорогу его благословениям. Художник, перенесший речную трагедию, написал о своей депрессии Рэбе. В своем ответе отчаявшемуся человеку Рэбе писал, «Кений художника заключается в его способности заглянуть глубже в самую сущность изображаемого им предмета. Он должен суметь выразить эту сущность таким образом, чтобы любой, кто смотрит на законченную картину, увидел в ней эту доселе сокрытую сущность. То новое, которое он, зритель, никогда раньше не видел в самом предмете. То же самое можно сказать о человеке. Его сущность есть его божественность. Вопросы внешней жизни человека не должны затемнять его сущности. Трагедии жизни следует рассматривать такими, какими они являются в действительности. Как часть той порядочной системы испытаний, которая позволяет нам достичь наивысших уровней счастья и добра. Субтитры создавал DimaTorzok